Дорогие братья и сестры, на библейском портале Экзегет мы отвечаем на некоторые вопросы. И вот поступил такой к нам вопрос. Если человек блудил всю молодость и потом бросил, запретил себе, в душе его изменения будут, и сможет ли он очиститься, или он так и будет страдать, присматривая себе кого-нибудь, блудить мысленно. Что бывает с этими людьми? Ну вот почему-то такая тема, она особенно беспокоит людей. Да, видимо, из-за того, что мы говорили о вреде блуда и о том, что он производит очень такие страшные изменения внутри души человека. Ну вообще, вы знаете, и святые отцы, они вот говорили, что спастись можно тремя способами. Первый способ – это не греши. Вот если можешь не грешить, не греши, и тогда спасешься. Но только вот можем ли мы не грешить, я думаю, что это достаточно для нас тяжко. Хотя мы знаем, что, допустим, Божья Матерь, она не согрешила ни разу даже мыслью, как это было открыто преподобному Силуану Афонскому. Но если мы также вспомним таких святых, как святой Иоанн Креститель, это были очень строгие такие вот исполнители воли Божьей, которые старались избегать греха, и, соответственно, души их были чисты. Но у нас это вряд ли получится. Вот второй способ – согрешил, покайся. Вот вкусил ты эти, казавшиеся тебе благами, да, и увидел, насколько все это тлитворно, насколько это тебя отравляет, и прекрати это. Раскайся и больше этого не повторяй, будучи научен горьким опытом. Но оказывается, что мы и в этом смысле тоже не очень такие вот верные, надежные люди. Мы грешим, каемся, потом опять грешим. И поэтому, говорят святые отцы, есть третий способ – это когда за наши грехи нам даются скорби, которые нам нужно понести со смирением. То есть мы согрешили, каемся, потом опять грешим, опять каемся. И тогда вот Господь подает нам скорби, которые очищают, вот пытаются, Господь пытается этими скорбями отрезвить нашу душу, да, так сказать, выжечь внутри нас, чтобы буквально как огнем вот скорби, они выжигают наши греховные пристрастия. И человек в каких-то бедах, ну его вот как ведром воды, холодной так вот на него вылили, и он сразу приходит в себя и понимает, что надо вот как-то уже по-новому жить, отрезвляется на какое-то время. Вот это три таких способа. Но хотим мы того или нет, конечно же, искушения к нам будут подступать. И вот я вспоминаю, когда в джилочной святой земле, то узнавал про некоторых святых и подвижников, которые там были. И вот особенно у меня перед глазами как пример вот двух марий святых, достигших святости. Причем про одну Марию практически никто не знает. О ней мы узнаем из жития подвижника Кириака. Кириак, отшельник, был такой очень великий святой. И вот там тоже повествуется попутно не только вот о нем, но и о других подвижниках и подвижницах. И вот была такая Мария, которая в храме Воскресения Христова, она исполняла обязанность чтеца. Были, их называли псальтрии. Псальтрии, то есть те, кто читали псалтырь. И вот она читала псалтырь, будучи такой вот действенной, чистой душой, сердцем. И потом она вдруг заметила, что на нее обращают внимание юноши. И она таким образом служит источником соблазна для молодых людей. И она вспоминает слова Христова, что если ты посмотришь даже с вожделением на женщину, то ты уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. И вот она ужаснулась от того, что она служит таким вот источником для мысленных соблазнов других людей. И в ней произошел такой решительный переворот, что она и так жила чисто, да, она и так жила богоугодно. Но тут она решила прям вот совсем разорвать даже на мысленном уровне, что взяла с собой вот кувшин воды, какую-то небольшую пищу, это бобы с собой. И вот удалилась куда-то там за Иордан, поселилась в пещере. И вот так вот прожила много лет, будучи затворницей, подвижницей. И только в конце ее жизни они узнают некоторые другие подвижники и прославляют ее образ жизни. То есть, эта вот Святая Мария, она старалась сохранять чистоту даже на уровне помыслов. Но для нас, конечно, более известен и, может быть, даже значим пример другой Марии. Это Мария Египетская, которая буквально утопала во грехах, да, которая находила особое наслаждение в том, чтобы предаваться блуду, да, и делала она это не ради денег. Вот это такая вот черта, которая сохранилась из ее жизни, что она грешила не ради денег, а просто вот потому, что ей нравилось блудить, наслаждаться этим, как и многие люди. И вот мы видим, что в конце концов, когда вот она тоже приходит в Иерусалим, то какая-то таинственная сила не допускает ее ко Кресту Христову, и тогда она вдруг осознает, что что-то вот не то, что других Господь допускает, даже тех, кто с нею вместе грешил. А вот она, как вот, словно какая-то она особая такая служительница сатаны, дьявола. Ей настолько стало скверно на душе, что она тоже вот решительно расстается с этим греховным миром, уходит за Иордан, и там проводит долгие годы в таком тяжелом эскетическом делании. И вот это житие, оно особенно для нас важно. Почему? Потому что, во-первых, мы все очень и очень много грешим, мы погрязаем буквально в различных грехах и словом, и делом, и, наверное, не найдется из нас такого человека, который никогда не оступился, в том числе и в плане вот каких-то плотских грехов. И вот для того Господь и показывает нам пример Марии Египетской, чтобы мы понимали, что нет такого греха, от которого можно было бы и очиститься. Ведь причем Мария Египетская, она говорила, что 17 лет в пустыне живя, и она продолжала испытывать эти тяжкие искушения, плотские искушения к ней в таких вот картинах живых, в воображении представали образы блуда, и дьявол ее искушал. И вот, собственно говоря, и ответ на этот вопрос, что даже если ты хочешь жить чисто, ты все равно будешь искушаем, потому что наше греховное естество, оно вот такое, знаете, как вот эскалатор, который вниз идет, он только вниз и больше никуда. Если ты хочешь по нему подняться наверх, то надо прилагать много усилий. Если не будешь ничего делать, он тебя стремительно вниз просто, этот эскалатор опустит. Даже чтобы на месте стоять, нужно шагать вверх, понимаете? А вот чтобы не просто на месте, а еще подняться совсем высоко и выйти с этого эскалатора, нужно прилагать огромные усилия. И, собственно говоря, в духовной жизни это вполне достижимо, потому что даже в плане и исповеди, и общения с людьми, по большому счету наша церковь состоит из раскаившихся грешников, то есть из тех людей, которые имели опыт греха. Они в каком-то смысле утопали в этом грехе. Мало кто воспитывался в церковной среде, вышел из семьи благочестивых родителей. В основном все имели какой-то опыт греха. Но именно в церкви они обрели совершенно новый опыт. Это опыт свободы от грехов. И вот этот опыт, опыт свободы, они уже не променяют ни на что. И я вот тоже знаю таких людей, которые... Ну, допустим, вот один знакомый, он говорил о себе так, что я жил раньше с тремя девушками одновременно, то есть просто как бы они в разных там местах, да, вот эти девушки. Ну и как бы то с одной, то со второй, то с третьей. И при этом приглядывал, присматривал себе все время четвертую. Если вот одна из этих трех выпадала, то на ее место становилась четвертая. Вот все время он жил с этими тремя. А потом тоже вот он вдруг увидел весь ужас допускаемых вот этих грехов, да. Так что ему стало противно от самого себя. И как-то вот произошло так, даже на рациональном уровне это необъяснимо, что он обратился к Богу, он вступил в брак и уже совершенно поменял. То есть вот те страсти, они все-таки угасли. Поэтому ответ мой, он будет такой, что если ты грешил, то этот грех, несомненно, оставляет на тебе рубец. И этот рубец будет давать о себе знать. И опыт греха, он время от времени будет какими-то образами, воспоминаниями, чувствами напоминать о себе. Но если ты ведешь серьезную духовную жизнь, регулярно исповедуешься, причащаешься святых тайн и стараешься вот быть неформальным христианином, а именно иметь живую молитву к Богу, то эти воспоминания, они совершенно будут изглаживаться и вытесняться новыми чистыми святыми впечатлениями. Поэтому не нужно здесь впадать в какое-то отчаяние. Если ты согрешил, это не значит, что ты совсем погиб. Вот как в книге пророка Исаии Господь говорит, «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло. И если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красные, как пурпур, как волну убелю, если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли». Поэтому, конечно, не нужно чрезмерно тоже изъедать себя. Вот как говорил об этом святитель Игнатий Бринчанинов, что мы не можем требовать от себя полного бесстрастия, потому что мы немощные. И каким-то даже своим немощем тоже нужно относиться со снисхождением, так же, как мы призваны со снисхождением относиться к немощам других людей. Но при этом, конечно, постоянно бороться и не доверять самим себе. Вот это очень важный такой закон, что если ты доверяешь самому себе и думаешь, что ты можешь чисто прожить, даже рядом с какими-то соблазнами, то непременно согрешишь, непременно падешь, и духовную жизнь, духовное делание оставлять нам никак нельзя. Но чтобы все-таки вот так вот не отчаиваться, вспомним, что все-таки в раю, в Царстве Небесном, очень много блудников и блудниц, но именно раскаившихся блудниц и блудников, тех, кто решительно с этим порвал. Мы знаем, что царь Давид согрешил этим грехом, когда увидел Версавию, но потом какое он имел покаяние, хотя он понес определенное наказание от Бога. Но мы знаем, что 50-й Псалом, это вот самая сильная покаянная молитва, она была написана царем Давидом, как раз в знак этого раскаяния. Мы знаем, что мученик в Анифате, он тоже погрешал вот этим грехом с Аглаидой, у которой он был домоуправителем, заведовал хозяйством дома, и они его тоже утопали во грехе, в этом разврате, а потом он просто вот поехал по такому заданию за мощами святых мучеников. И получилось так, что когда он увидел, с какой чистой верой, с каким чистым сердцем христиане страдают за Христа, то он решил сам быть вместе с ними, тоже исповедовал Христа, и потом обратно к Аглаиде возвращаются уже его собственные святые мощи. То есть предшествующий образ жизни он не помешал ему исповедовать Христа, стать святым, вот так же, как Пелагея Антиохийская, тоже была знаменитая такая блудница, но о ней молился святитель Нон, посетивший Антиохию в то время, и вот потом состоялась встреча, вот она тоже стала такой христианской подвижницей. Так что Царство Божие, конечно, открыто для всех, но расслабляться нельзя, даже если ты с какими-то грехами порвал, это не значит, что враг не искусит тебя в какое-то время. И это означает, что всегда нам нужно молиться и уповать только на Господа, не доверяя самим себе. Храни вас Господь, дорогие братья и сестры!